Всем привет! С вами Дневник Кистики Ченнел. И если вам интересно узнать, как проходили съемки эпичного трейлера 6, и вы хотите познакомиться с нашими новыми актерами, тогда смотрите этот ролик до конца. Меня зовут Поляндра, и мы начинаем! Гримируемся, так сказать. Я хочу спать. Чем занимается наш режиссер? Голубка. Здравствуйте! В каких местах она еще не сидела? Ребята, знакомьтесь, это Карина. Она исполнительница главной роли в новом эпичном трейлере 6. Карина, расскажи о себе. Меня зовут Карина, мне 14 лет. Да, я очень рада, что меня пригласили на главную роль. С ребятами познакомилась на новогодних елках, да, в КЗ. Я играла Герду. Я еще посплюсь здесь. Карина, у твоей героини очень специфическая болезнь лунатизм. Как ты считаешь, сложно ли будет тебе исполнять эту роль? Честно, я с этой болезнью вообще, ну, не знакома никаким боком, так что я думаю, что да, это будет очень сложно. А что тебе помогало или, может быть, поможет вжиться в эту роль? А я думаю, добрая атмосфера группы Сик Ченел и вообще поддержка людей, которые будут снимать весь этот процесс. Катя, ты не первый раз уже у нас снимаешься. И расскажи, страшно ли было вот первый раз говорить текст на камеру, вообще вот сниматься? Нет, мне было вообще не страшно на самом деле. Просто боялась скорее то. Ну, в лица, вольюсь ли я в... Страшно, вольюсь ли я в компанию. Кроме Стики Ченел участвовала ли ты в каких-то еще проектах? Нет. Кроме Стики Ченел, ну, я занималась много чем, но в каких-то таких проектах подобных я не участвовала. Насколько я знаю, ты занимаешься фотографией, то есть ты модель. Можешь рассказать об этом? Я думала, именно видео формат. Нет, не только. Ну да, я занимаюсь моделингом, очень плотно, тесно, очень на это нравится. Но, конечно, в Стики Ченел это такая семья, даже это больше нравится. Если вам вдруг нужна модель на обложку журнала, как бы, очень дорого. Деньги мне на карту. Я смотрю на тебя, Джон. А звуки есть? Завалилась. Внимание. Важной еды, пожалуйста. Внимание, эксклюзив, эксклюзив. Тут у нас интервью я беру у самого режиссера. Почему люди должны приходить на съемки Стики Ченел и принимать в них участие? Потому что я так сказала. У нас рабовладическое общество, и, ну, по-другому никак, простите. Сложно ли писать сценарий к роликам? Полина Ижохина, вам сложно писать со мной сценарий к роликам? Как, когда? Очень. Разменяется интервью, да? Что нашим подписчикам ждать от нас в ближайшее время? Ты сейчас молодец. А как без спойлеров сказать, простите? Ну, ты... Бомбу, бомбу. Просто бомбу. Да. Как проходит подготовка к съемкам? Полина печатает сценарий. Я заряжаю камеру. Ну, как бы все. И просто приходим, идем и что-то делаем. Как человеку, который с нами не знаком, попасть к нам в команду? Написать Полине Ижохиной. Ну, чаще всего так и делают. Меня никто не пишет никогда. Короче, если что, пишите мне. Как меня найти, вы знаете. А если не знаете, то не важно. Ссылка в описании. Пиарю себя сама. Ну да, мы не так. Мы просто вилочкой. Дай совет неопытным участникам или, может быть, людям, которые хотят попробоваться, сняться в чем-то. Как себя раскрепощенно чувствовать перед камерой? Совет сейчас никакой не поможет, потому что это приходит с опытом. И, может быть, с первого раза у кого-то не получится, но мы всех ждем. Приходите сниматься на канал Стики Чен. На что ты готов ради роли? Ради роли, которую мне сможет предоставить Ангелина Хлопьева, я готов на все. Абсолютно на все. Ты же понимаешь, что я сейчас это документирую, но тем более она сейчас тебя слышит. И если она захочет себя побреть, она ловится, она побреет. Почему люди должны приходить к нам на канал? Потому что я так сказала. Потому что это канал с хорошими идеями. Он дает хороший старт тем, кто хочет продолжить сниматься. Это круто. Хорошая компания, хорошая психологическая разгрузка. Мы всех ждем. Катя, расскажи, какую роль ты выполняешь на канале? Я держу диктофон. Все? Да. Все вопросом больше. Ты кто? Аня! Ты кто? Я его убью сейчас. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? С Кабинским. Смотри на эту дуру. Ничего нового. Он бухает, знаете сколько? Много. У него жена есть. Хоть тебя не светит, получается. Ты умер вообще? Он 1500 каком-то году. А, да. Режиссер мне сказала начать объяснять, что происходит, потому что в последнее время я вообще ничем не занимаюсь. Последняя сцена, мы снимаем убийство. На улице мокро. Люди замерзли. Ну, приходите к нам на массовку. Работаем за спасибо. А так, в принципе, атмосфера рабочая. Последняя сцена. Ба-бах! Бах! Отлично! Идем на Оскар! Самое гениальное приглашение на съемки. Нужно пройти с тебя, убьют. Кто падает? Я бы не пришла, если бы мне сказали. Извините, пожалуйста, нужно, чтобы вы по снегу повалялись. Чики-чики-чики. А чё, а чё, а чё? У-у-у, дорогуша моя! Ой, там машины есть! Подскоринка абсолютно. Спасибо. Да, педали. Да, они были педали. Что хотелось бы сказать. Съемки шестого эпичного трейлера подошли к концу. И если вы по какой-то непонятной, просто необъяснимой причине вдруг не посмотрели сам трейлер, тогда скорее, просто бегом, переходите по ссылке в описании. Поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. А с вами была Палеандра и Дневники стики-ченел. До встречи, пока! Если вам вдруг интересно, почему я снимаю на таком прекрасном фоне, я вам расскажу. Руководство канала не может предоставить мне нормальный, адекватный фон. Поэтому я нахожу, вот я выкручиваю ситуацию. Видите, «Снежная королева» мюзикл. Простите, прорекламировать я вам его не могу. Почему? Потому что он закончился. Нужно было раньше торопиться и спешить. Все, до свидания. Я уползаю. Продолжение следует...